Приветики, девчоночки! Если вы смотрите этот влог, значит, я еще не родила. И все-таки влог еще один. На этот раз я точно думаю, последний перед родами будет. Я думала, предыдущий уже последний. Но нет, я хожу. Хожу легко, хожу хорошо. И много всякого интересного происходит. Я думаю, почему бы и не снимать. У нас сегодня пошла 39-я неделька, то есть 38 недель и один день ровно. И я иду на свою последнюю йогу именно в студии, именно во время беременности. Почему последнюю? К сожалению, она от моего дома не так близко. И это не та история, когда ты 5 минут добежала уже на йоге. И дорога мне дается довольно тяжело. Но не то, что тяжело. Просто это как бы полдня надо на это потратить точно. Если я еду на такси... Не, это уже гиблый номер, как это говорится. Короче, мне очень чувствительно на всех кочках. Даже если я вызываю бизнес-класс и предупреждаю, и прошу, что вот вы везете там ценный груз, пожалуйста, на путях вот этих трамвайных. Аккуратнее. Все равно такое ощущение, что меня везут как мешок с картошкой. Даже когда ребята стараются, реально. Ну, аккуратнее всех, конечно, ездит Денис. Он прям очень сильно притормаживает на всех этих буграх. Но тоже просить его каждый раз меня возить на йогу, полдня перестраивать, довольно странно. Поэтому сегодня я вообще иду пешком, и идти мне 45 минут. Конечно же, я выбрала лучшую погоду для пешей прогулки. У нас сегодня один из самых таких непротивненьких дней, конечно, не 5 градусов, но тем не менее 11, 11-13. Идет дождь немножечко. Я всегда, кстати, одеваюсь на йогу так, чтобы просто снять по возможности, например, толстовку, и все остаться в форме. Наш серенький довольно-таки Екатеринбург сегодня. Вообще он не такой обычно. Обычно он намного более солнечный, радостный, особенно летом. Ну, вот я и пришла. Меня Денис иногда по любви называет баржей. Я говорю, почему во время первой беременности я тебя называла нимфой? А во второй я стала баржей. А во второй я hello. А во второй я fully купил лайки. Я пришла с йоги, пообедала, уже счастливый человечек, который монтирует видео, возможно, которое вы уже посмотрели, где мы с Евиком красимся, точнее, она меня красится, я ей задаю вопросы. Я хотела чем еще поделиться, у нас же, помните, в рум-туре, который я снимала еще в декабре, в рум-тур не попал наш балкон, во-первых, он был заставлен огромным количеством коробок, с переезда, с вещами, которые нужно пока похоронить, которые мы пока не поняли, где хранить можно, потом мы часть увезли в деревню, часть мы продали, часть просто разобрали, выбросили что-то, отдали, и сейчас у нас прям вот, ну, практически идеально на балконе, я хочу вам показать. К сожалению, я не могу показывать вид из окна, я думаю, вы понимаете, это безопасность, это, собственно, мои реалии. К сожалению, было в моей жизни небольшое количество ситуаций, но таких достаточное количество, чтобы я сделала вывод, что нет. Большинство моей аудитории адекватные, осознанные люди, которые не будут нарушать пространство мое, мои границы и так далее, но есть разные абсолютно, поэтому, к сожалению, вид не могу показать, хотя это, конечно, самая красивая и самая такая панорамная часть вообще нашей квартиры. Чем я хотела именно поделиться, может быть, это будет полезно для тех, кто с такой же проблемой столкнулся, как и мы. Так как у нас большие окна и квартира нагревается в целом ого-го, не только летом в жаркие дни, но и даже просто, когда, типа, знаете, спокойные 23, от того, что очень много окон, если ты не хочешь постоянно их зашторивать, то будет нагреваться. У нас, поэтому, в каждой комнате есть кондиционер. Так вот, в чем суть. Блоки этих кондиционеров нельзя было выводить на фасад. Сейчас во многих домах так, чтобы не портить внешнюю красоту дома, да, иначе, если бы каждый себе эти по 4 блока там поставил, это было бы, конечно, ужасно. Поэтому единственным решением у нас было, как и у всех жильцов нашего дома, вывести эти блоки на балкон. Да, это не очень красиво, но мы, кстати, хотели их прикольно обыграть. Их можно закрыть реечками такими красивыми, чтобы проветривалось там все хорошо, но при этом визуально смотрелось более аккуратно. Я вам сейчас все покажу, мы пойдем с вами на балкон. Так вот, проблема стала в том, что на нашем балконе от того, что и он панорамный, то есть, представляете, он нагревается дико, и туда выведены блоки кондиционеров, а значит, теплоотдача происходит именно вот на балконе от всех блоков кондиционера по дому, и туда просто невозможно было выйти, особенно, когда вот у нас был период 30 градусов жиры в мае, в начале июня у нас на Урале. Это было что-то. Ты выходишь на балкон, это хуже парилки любой, просто плюс 50, серьезно. Получается, ты не можешь пользоваться собственным же балконом, как бы не очень. Так еще и сами эти блоки очень сложно им было, потому что им такая жара тоже неприемлема. То есть, чтобы им работать хорошо, справляться со своей задачей, им нельзя находиться в плюс 50. И головушка Дениса нашла замечательное решение. Во-первых, мы наклеили термопленки на все окна, которые выходят на запад, а у нас нагревается именно очень сильная западная сторона. На восходе как-то прям вообще хорошо, мы не чувствуем полдня с одной стороны абсолютно никакого нагрева, а именно на западной стороне у нас очень сильно нагревается вот зона моей гардеробной. Прям такое пекло на ковролине можно ощущать. И эта термопленка, она практически прозрачная. Ее вообще, ну я не знаю, самые внимательные люди только, наверное, как-то могут увидеть, хотя я сколько ни приглядывалась, ее не видно. То есть она, чтобы вы понимали, не то, что типа тонирует, делает окно темным. Она задерживает солнечные лучи, и таким образом у нас уже квартира нагревается меньше, а значит нам уже с меньшей вероятностью включать там надолго кондиционер или на меньший градус, да, его не надо ставить. Короче, решение это изнутри такое. На балкон, соответственно, мы наклеили эти же термопленки, а значит балкон стал нагреваться меньше. Но самое гениальное решение это поставить вентилятор, встроить его в стену нашего балкона, чтобы он этот теплый воздух выводил и охлаждал тем самым воздух на балконе. Короче, надеюсь, это было вам не сложно. Я вам сейчас покажу эту конструкцию. Выходим на балкончик. Вообще нам сюда едет наш коврик на балкон, такой полукруглый, чтобы было помягче ножком, хорошо. Как заходишь, справа у нас стоит такое гнездо, кресло-гнездо, сляра дут, если вы помните. И вот этот провод мы как раз-таки спрячем, его нам сделают более незаметно. Провод ведет как раз-таки к этому вентилятору, про который я говорила. Здесь у нас есть освещение, сейчас я его просто так включила, но это для вечерних посиделок, такое вот солнышко. И он более того запрограммирован, что когда определенной температуры достигает воздух, он начинает включаться и, получается, охлаждает этот воздух и выводит его на улицу. Балкон такой полукруглый. И с левой стороны, получается, как заходишь на балкон, я поставила сюда сейчас наш любимый стабилизированный цветок. И как раз тут находятся вот эти блоки, о которых я говорила, блоки кондиционера. Вот их можно прикрыть красивыми речками, чтобы вообще этот блок, эта часть балкона была визуально более симпатичной. Могу вам показать отсюда небо. К сожалению, это все. Вообще, конечно, супер классное место. Я очень рада, что мы решили вот этот вопрос с температурой, потому что таким образом здесь летом можно существовать. Здесь можно сидеть, вечерами смотреть на закат. То есть он прямо вот отсюда. Видно, как заходит солнышко. Когда малышка, мне кажется, родится, мы сюда сможем с ней вот с утра выходить, если она будет рано просыпаться, чтобы еще всех не разбудить, например. Здесь можно тусоваться. Да и просто вот в этом гнезде так уютненько посидеть, позаполнять планер. Потихонечку, в общем, все доделки по квартире доделываем. Представляете, мы почти год как переехали. Как-то очень быстро время пролетело. Еще и потому, что мы много очень были не дома, не в России в целом. Девочки, у меня включение вообще с другого дня, и я к вам с суперинтересной и важной темой. Может быть, вы помните, в одном из влогов недавних, ну и плюс кто подписан на меня в других социальных сетях, точно не пропустили этот момент. Я делилась, что я и Денис, мы сдали очень такой интересный анализ, иммунологический анализ на реакцию нашего организма на разные продукты. Мы сдали развернутый анализ, там самое большое количество продуктов, 180. И орехи, и любые виды рыбы, круп, овощей, фруктов и всего-всего. Этот анализ выявляет реакцию нашего организма на те или иные продукты, показывает именно внутреннюю чувствительность к ним. То есть, это не вариант, когда у тебя организм реагирует именно аллергией, и вы обязательно должны были это сами уже как бы увидеть. То есть, например, там объелся апельсинов, и у тебя там покраснела кожа. Нет, это может быть такая скрытая непереносимость, это может быть именно чувствительность, которая именно накопительным эффектом будет потом влиять на организм. И возникать будет фоновое воспаление, и самое что такое неприятное, конечно, есть риск аутоиммунных заболеваний, если долго, например, ты свой организм бомбардируешь такими запретными, условно говоря, для тебя продуктами. В общем, мы супер долго ждали результаты, прошло больше месяца, и вчера они нам пришли. Сразу хочу сказать, это не реклама, и я сейчас его не рекомендую, не пытаюсь пропагандировать. Более того, мы сами пока разбираемся, потому что много спорных вопросов, моментов. Но это, тем не менее, очень интересно, и я решила с вами поделиться, как минимум нашим опытом. Также отвечу на вопрос сразу, влияет ли беременность и вообще мое состояние на результаты. Нет, иначе я бы не сдавала. Он стоит, между прочим, 33 тысячи рублей, именно вот такой развернутый на человека. Поэтому, конечно, если бы на результаты влияло мое состояние и какие-то гормональные изменения, я бы подождала, да, и сдала бы позже, но нет. И суть-то в том, что я так расстроена, я так, я в шоке, честно сказать. То, какие результаты пришли именно вот по мне, у Дениса еще картина куда не шла. Но у меня просто в красном моем запрещенном списке, там есть, получается, разрешенные продукты, зелененьким подсвечиваются, они, благо, туда попадает гречка. Если бы гречка попала в красный, мне кажется, я бы просто сразу порвала. Я такая, забыть, вычеркнуть из памяти. Я этого не видела. Есть красный список. Это продукты, которые желательно вообще исключить. Но, конечно же, расшифровку вам должен делать специалист, а не вот так вот ты сам что-то посмотрел, сделал выводы. Поэтому именно сегодня я встречаюсь со своим нутрициологом, и мы даже запишем кусочек для влога. Потому что это интереснейшая тема, и я уверена, что будет очень многим полезным. У меня в красном списке кофе, какао-бобы, а это любой шоколад, кэроп, а это замена шоколада, если тебе вдруг какао-бобы не подходят, яичный белок, практически все фрукты, яблоки, бананы, груши, ананасы. Я уже, знаете, к фруктам, кстати, давно поменяла свое отношение. То есть я намного больше клетчатки пытаюсь добрать именно овощами и зеленью, нежели фруктами. Потому что фрукты, по сути, это действительно точно такой же сахар для нашего организма. Только, окей, он, конечно, лучше, чем шоколадка, там, милки, например. Тем не менее, если посмотреть на содержание сахара тех же яблок, которые сейчас вы можете купить в магазине, это страшно, реально. Я уже не говорю о бананах, конечно, и винограде. Но я не демонизирую фрукты. Просто я говорю к тому, что если человек там прям объедается фруктами весь день, думая, что он организму только пользу приносит, ну, это прям несусветное количество сахара, которое очень сложно для организма часто переработать. А вот овощи, которые очень часто недооцениваются и недоедаются, вот на них, да, стоит налегать, там и сахаров меньше. Я не пугаю ни себя, ни кого-то еще. Я сейчас не делаю каких-то там резких изменений, движений, чего-то еще. В первую очередь, мне очень интересно сейчас побеседовать будет с Катей, задать ей кучу вопросов. Кстати, я же вам не показала нашего нового красавчика, который наконец-то заменил тот барный стул убогий. Вот так сейчас это выглядит уголок. Он крутится, вертится вокруг своей оси. По размеру идеально. Я сначала подумала, какой-то он огромный, но потом как села сюда, такая спинка сразу подерживается. У меня просто вот до сюда получается спиночка была. И по цвету мне понравилось очень, как он вписался. Вот эти самые, кстати, результаты. Я их распечатала, чтобы сегодня к Кате прийти с ними уже, нам прямо потыкать пальчиками, поспрашивать. Вот, посмотрите, пожалуйста, вся молочка. Благо, кстати, орехи. Вот орехи очень часто аллергенны. У меня ни миндаль, ни кокос. Я просто и на кокосовом молоке пью кофе, который у меня в красном. У Дениса вообще грибы просто. Никогда! Он, кстати, сам замечал, что ему как-то после них тяжело. Ну вот ему уже 35. Он уже чувствует, видимо, ресурсы организма. Не знаю. Ну что, Катя, я тебя рада видеть на моем канале. Я тебя благодарю за приглашение. Да, девочки, знакомьтесь, это Катя, мой нутрициолог. Мы с Катей работали последние два с половиной месяца. Да, у меня был такой не сильно прям критичный запрос, да, не сильно у меня было что-то плохо с питанием, но, тем не менее, мы подкорректировали очень много важных таких моментов. И Катя мне посоветовала сдать такой тест. Иммуно-хеллс. Собственно, я вам о нем дома уже рассказала. Расскажи мне вообще, что это вообще такое за тест? В чем его суть? Как его расшифровывают? Для того, чтобы рассказать, что это за тест, немножко нужно углубиться в тему, что такое пищевая чувствительность, и что такое аллергия. Многие, получив результат, говорят, я эти продукты ем, которые красные, все у меня в порядке, ничего не чешется, не болит, я не отекаю, не задыхаюсь. И значит ли, что я при хорошем самочувствии могу иметь к ним чувствительность? Да, такое может быть, потому что тест, о котором мы говорим, определяет пищевую чувствительность, а не аллергию. Если аллергия – это иммунная реакция первого типа, с участием иммуноглобулинов Е, и это немедленная реакция. Вот знаешь, бывает у деток аллергия на красные ягоды, они съедят и начинают чесаться. Есть более сложные ситуации, более опасные, когда наступает отек, когда человек не может дышать. Это немедленная аллергия по типу иммуноглобулина Е. Результат ImmunoHealth показывает другие титры антител, и он показывает иммуноглобулины G к продукту. Недаром этот тест вообще существует, потому что самостоятельно исследовать себя и понять, какие продукты вызывают скрытую пищевую чувствительность, очень сложно, практически нереально. Потому что когда мы говорим про распространенные продукты глютена молоко, наверное, все зожники знают, что эти продукты имеют агрессивные белки в составе и могут каким-то образом травмировать иммунитет. Но бывают же совершенно неочевидные вещи, и именно для тебя конкретно они являются предметом, который травмирует твою иммунную систему. Как, например, у нас здесь МАК. Ну, кто бы мог подумать так. И вообще, кстати, ImmunoHealth – это методика весьма новая. Этому точно не учат в медуниверситетах, но я очень этому вдохновилась, когда проходила свое обучение в университете образовательной медицины, потому что аргументы были весьма весомые. И я как раз поэтому написала специально статью, чтобы разложить это по полочкам. Я в описании прикреплю. Поделюсь обязательно с Сашей, чтобы стало все это очень понятно. Да, это будет полезно, особенно тем, у кого вот прям, ну, хочется поглубже туда копнуть, потому что, ну, тема прям такая, очень неоднозначная. Ну, как и все со здоровьем. Очень неоднозначная. Тут везде есть определенная мода. Сказать, что этот тест обязательный, без него ни жить, ни быть, конечно, нет. Скажи мне, пожалуйста, это распространенный вопрос у меня после того, как я опубликовала результаты, а может быть ли такое, что подсветилось красным то, что я просто-напросто ем часто, и мой организм такой, о, так это мои знакомые продукты, я к ним толерантен, вот они поэтому красные. Дело в методике. И иммуно-хеллс методика подразумевает, что это невозможно. Я немножко должна рассказать про методику. На самом деле я специально еще раз освежила в памяти то, как мне преподносил, мне один из участников разработки непосредственно этой методики, Марина Внукова, прекрасный педагог, я ее очень люблю. Так вот, она рассказывала нам о методике. Таким образом, что раньше... Почему именно иммуно-хеллс и не любой тест в лаборатории на пищевую чувствительность? Потому что тест на аллергены, он делается определенным способом. Когда мы ловим иммуноглобулины Е, мы сравниваем состояние антител в крови и клинические признаки. То есть порогом считается то количество антител, при котором у человека наступает клиника. Мы сопоставляем. Чешется рука высокие титры к пыльце. Пыльца значит аллерген. А здесь такое невозможно, потому что сравнить не с чем. Признаков-то нет. Скрытая чувствительность может проявляться через неделю. Ты сегодня поела финик, через неделю зачесался правый бочок. Никакой связи мы никогда в жизни не установим. Мы сами это просто невозможно. И поэтому разработчики теста иммуно-хеллз изобрели свою собственную методику, и они опираются на иммунную систему каждого конкретного человека. То есть они анализируют, а как продукты из списка взаимодействуют с твоей иммунной системой. И вопрос о том, может ли это говорить, что ты просто когда-то это ела, все продукты так или иначе в памяти нашего тела отражаются. И да, действительно, есть естественный механизм проникновения частичек еды, кровоток, когда наш иммунитет учится, что да, это еда, это тебе нормально, это безопасно, ешь. Но именно методика иммуно-хеллз позволяет, анализируя свою собственную иммунную систему, понять, на какие продукты чрезмерная реакция. Опять же, возвращаясь к вопросу про еду. Можно, да, Саша, на примере говорить? У Саши баранина в красной зоне, мы говорили уже о том, что баранину Саша, скорее всего, никогда и не ела. Хотя я предположила, что раз, в принципе, титры есть, то, возможно, когда-то тебя накормили в детстве, может быть, каким-то бульончиком, где присутствовала баранина и иммунитет сработал. И обратная закономерность, гречка, гречка зеленая. Если бы тест показывал, что ты просто это ешь, тогда бы она была у тебя краснее всех красных, но она зеленая. Я тоже поясню, что я к лаборатории не имею отношения, просто благодарный студент, которому это научили, и мне реально кажется, что это шанс для многих людей со сложностями, со здоровьем, а также для тех, кто хочет позаботиться в кримитивном ключе о своем здоровье, имеет на это ресурс и на сам тест, и потом моральный ресурс, чтобы это соблюдать. Это классный шанс. Почему я сама себя прекрасно вообще чувствую, живя и каждый день, например, пью кофе? Молочка сейчас, конечно, очень редко в моем рационе, но тем не менее бывает сырнички, все такое, а тут они у меня прям бордовые. Почему мой организм мне сам не дал тоже привета? Здесь можно посмотреть с нескольких сторон. Во-первых, возможно, он и дал, но ты этого не услышала по какой-то причине. Возможно, у человека гипотетически, я знаю, что ты достаточно здоровый человек, но гипотетически у человека есть какая-нибудь постоянно повторяющаяся инфекция, и он никогда в жизни не соотнесет это с тем, что он ест творог каждый день, а может быть реакция, она не специфическая, это сложно уловить. Второе, накопительный эффект, потому что иммунитет у каждого человека по-своему терпелив, и вполне возможно, что твой такой кремень, который готов очень долго работать на тебя. Ну, мне пока 25 лет, опять же. Да, возраст. У нас критический возраст, наступление болячек это 50. Да, то есть может он просто пока терпит, терпит, а потом сдастся. Может быть, как в примере с долгожителями, бабушками и дедушками, как у меня есть дедушка, которому уже более 85, он продолжает пить водку почти каждый день, и он здоров, как огурец. И, естественно, никогда в жизни не признает, что можно потратить крупную сумму, чтобы узнать, что тебе нельзя есть пшеницу. И такие люди есть, и даже может быть конкретно про тебя, ты можешь игнорировать рекомендации, и вполне возможно, что ты доживешь до 90 лет, и с тобой все будет классно. А у меня цель 100. Класс, а у меня 120. О, класс, надо тут повышать по ходу свою. И, конечно, знаешь, сказать, что, например, ты будешь, там, тебе 80, и ты здорова, и ты соблюдала иммуно-хелс. Сказать, что это потому, что ты соблюдала иммуно-хелс, ну, наверное, нет. Множество факторов влияет. Опять же, тебе 50, и у тебя диабет. Значит ли это, что это потому, что ты не соблюдала или нет, или другие факторы повлияли? Тоже нет. Что мы в таком случае вообще делаем с результатами? Вот мы получили. Какая тактика у меня? Как работает иммуно-диетология и система иммуно-хелс? Врачи, которые придерживаются этого подхода, считают, что если тебе что-то не подходит, не мучай организм, не пихай в него этот продукт. Но это не так категорично, что, увидев красной зоне творог, ты теперь навсегда забудешь про сырники. Я расскажу про дракона и войско. Мне этот пример очень нравится. Суть в том, что когда ты постоянно нагружаешь свое тело продуктом, который тебе не подходит. Возьмем, например, творог. Допустим, ты ничего не чувствуешь, тебе окон, но он есть в красной зоне. И вот ты ешь на завтрак, на обед и на ужин творог. В этот момент твоя иммунная система внутри организует войско с копьями, с мечами и стоит и ждет, когда к нему попадет враг. То есть где чудище? Идет чудище. Творог пришел, они его порубили. Это отдельная история, как он расщепляется. Я напишу в тексте, потому что долго мы будем говорить. Ждет на обед. Но мы даем на обед. Он снова увидел, обезвредил. Ждем на ужин. Потом мы получаем результат иммуно-хелс и решаем так. Я хочу пощадить свой иммунитет и не буду нагружать. Наступает новый день. Войско ждет, дракона нет. Наступает следующий день. Войско ждет, дракона нет. И врачи иммуно-хелс говорят, для того, чтобы полностью успокоить ваш иммунитет, привести его в состояние равновесия надо 4 месяца. Что будет потом, если ты съешь сырники? Ты ешь сырники, дракон попадает, войско расформировано, они уже ушли по своим делам. И да, может быть, один-два солдата увидят и закричают, друзья, тревога, собираемся. Но на один раз ужаса не случится. Оно пройдет мимо. Если ты не будешь это снова на регулярной основе повторять, организм тебя простит. То есть результат иммуно-хелс это ты понимаешь, что эти продукты я усваиваю хорошо, а эти не очень. И это может быть иногда что-то условно для души, порадовать себя, не жить постоянно в стрессе, в ограничениях, что я мечтаю так сделать. Вот это очень важно, потому что там очень близко, мне кажется, когда расстройство пищевого поведения, когда ты уже начинаешь маниакально подсчитывать, что где и как, а потом это все обычно приходит к тому, что да, к черту, вообще хоть что-либо к черту. Про РПП. Я бы, кстати, рекомендовала сначала нормализовать психоэмоциональное состояние, потом сдавать тест. Потому что я думаю, что это может усугубить вообще, когда речь идет про работу с РПП максимально мягко. Там вреда от противокандитного протокола будет больше, чем пользы, потому что у нас связь кишечный мозг все вместе, в одном месте дисбаланс, в другом затронешь и все порушится. Поэтому это для благополучного здорового человека, который хочет в примитивном ключе заботиться о здоровье, либо с кучей болячек неразрешимых происхождений. Вот когда не голова, а тело, у меня сейчас есть такой клиент, и я понимаю, что реально врачи отправляют, говорят, все, мы не знаем причину, но нельзя же девушку молодую в таком состоянии оставлять. У тебя классный иммунохелс, я же видела много. Слушай, у меня яйцо куриное, да, очень, именно белок главное, вот нет, чтобы желток он у меня был. У меня с мамой этот, мама мне сразу сказала, что нам надо на пару жить, я буду есть желтки, а она белки, потому что у нее непереносимость именно желтка, она его больше всего любит. Вот у меня с яйцом такая история, что у меня вообще без разницы, я его ем для белка, потому что мне нужно восполнить белок. Окей, я шакшуку люблю, да, вкусненькую там, со специями и все такое, но не обязательно. Получается, здесь заменишь на перепелиные яйца? Будет ок, да. Я могу белок восполнять, но там получается перепелиного яйца нужно пять, чтобы одно заменить, да, примерно? Ты знаешь, по количеству, ну, мне кажется, штуки четыре, но шакшуку будет оригинально, тебе надо будет много ямок раскопать и разбить эти яички. Самое главное не чистить вареное для меня, по крайней мере, у меня когда ребенок просит вареные перепелиные яйца, я это делаю. Они же еще хуже, они более липко, они к белку вот к этому присоединены. А знаешь, пользуясь случаем, наверное, последний вопрос здесь, но он вообще не в тему иммунохелса, я про коллаген хотела спросить. Вот смотри, есть такая идея, что если мы пьем коллаген, в организме он все равно распадается на аминокислоты и не собирается в коллаген, и получается, как коллаген он не усваивается. Любой белок, в том числе коллаген, чтобы усвоиваться, должен стать частью нас. Часть нас это только аминокислоты, то есть да, он восполнится. А потом, куда пойдет пул аминокислот, это зависит от твоих потребностей в организме. Я вообще в первую очередь коллаген рассматриваю как дополнительный источник белка. Беременному очень люблю давать коллаген. Это хороший, легко доступный белок, он скорее всего хорошо расщепится и пойдет по потребности. То есть, возможно, он не пойдет в кожу, а пойдет на формирование костей ребенка и мышц. А, слушай, ну да, я такую меру не смотрела. Он расщепит, а потом возьмет туда, где делится. То есть, возможно, даже после двух с половиной месячного пропива коллагена, я скоро просто сдаю, у меня такой финальный анализ перед годами. Класс, посмотрим какой белок. Посмотрим белок, да. Благодарю тебя, я тоже. У меня просто с ним все время какие-то приколюхи, хоть я его куда-то только не вставляю. А вот может быть такое, что я все время куриный белок и ему, он даже не рассваивается у меня из-за этого. Может, может. Катя, благодарю тебя за эту мини-вставочку, мне кажется, было суперполезно. Благодарю тебя за приглашение. Мне было очень приятно подготовиться и тоже систематизировать эту информацию для того, чтобы многим стало понятно, чтобы развеять мифы по поводу этого. Давай подытожим в итоге. Давай. Не настолько это обязательный тест, но было бы классно как способ изучения себя. Сейчас просто многие могут посмотреть. Они, например, еще ноль шагов сделали вообще к улучшению своего образа жизни. И вот такие, ой, надо сдавать 33 тысячи тратить, и вот только так. Нет. Это вишенка на торте. Да, да. Когда у тебя база уже устойчива, и все хорошо. Еще, кстати, про детей. Важно сказать. Он не очень информативен до 5 лет. Да, да. Рекомендую до 5. Мне кажется, я могла родить скоро. Возможно, сегодня родишь. Возможно. Я, короче, пришла забирать Еву из садика. Я даже запомнила. Сегодня 27 июня, на всякий случай, в 17.45. Я почувствовала эти такие схватывающие ощущения. Землетрясения? Да. Даже специально написала Денису такая сразу. Ты рядом. Будь рядом. Я примчался. Да. Но, нет, я присела, подышала, все прошло. Но, опять же, в начале родов, в начале схваток, промежуток между схватками может быть и 15 минут, и 30 минут. Так что, а может быть, тренировочнее. Прошло уже полчаса, да? Минут 20-30. Ну, да, наверное. Мне кажется, что-то до июля я не рожу все-таки. Мы в итоге сидим, ждем Еву, пока она нагуляется, наиграется. Забираем ее из садика. Какие у тебя освещения? Папочка скоро серийный. Возможно, сегодня стану папой. Ведь ты уже папа. Ну, второй раз. Наша дочь. На голове у нее немножечко гнездо. Видимо, после сна не переделали притчу. Мы пришли ужинать. И Еве пришел костюм с Вайл Борисом. Кстати, он называется кигуруми. Вы знали, что такое вид костюмов? Называется кигуруми. Кигуруми? Да. Это как бы пижама такая, можно сказать. Пижама-комбез. Это не пижама. Ну, не, не пижама, а комбез. Костюм. Ай, как классно. Мне кажется, Еву ждет какое-то будущее. Типа дизайнера или актрисы. Я не знаю. Потому что она обожает переодеваться во все. Ой, слушай, они длиннее, да? Ручки-то. У этого. Хотя размер такой же. У нас дома уже единорог есть. Он удобнее. Удобнее? Да. Потому что больше? Да. У него прикольно есть еще молния на попе. Если ребеночек захочет в туалет, можно не снимать его, а просто расстегнуть и сесть. Вааа, как классно, Ева. Ты настоящий жираф. А давай тебе вот так. Вот смотри камеру. Ты видишь на камеру себя? Все, у Евы нет больше. Есть жираф. Что здесь делать? Жираф. Пошли на дочку на мою. Нет. А где моя дочка? Где? Ушла? Да. Куда? Одна домой. Я по классике жанра заказала себе рыбу. Где глаз? Ой, это оливку положили туда. Овощи. И нам с Ева обычно этого хватает на двоих. Потому что в детском меню всегда какая-то ересь. Поэтому я беру на взрослую еду. Яркий костюмчик такой. Идем в ручку. Можно уже вот так ставить. Смотри. На животик держит чашку. Черешенку поедаем. Десерт. Угу. Я иногда совмещаю приятное с полезным. Мы с Евой что-нибудь делаем на полу у нее в игровой. И я стою в колено-локтевом. Я тоже. Ты знаешь, почему мама так стоит? Угу. Периодически. Ой, спасибо. Я знаю почему. Почему? Потому что так много мест. Малышке много места так. Да. Найди между картинками пять отличий. Ты их можешь обозначать карандашиком. Когда найдешь. У-у-у. Да. У-у-у. А что здесь разного вкусного? Получинки разные. Что именно разные? Ну, разный цвет. Угу. 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 Смотрите, что у меня есть. Прикольная штука, на самом деле, которой у нас не было с Евой, но она очень даже нужная. Это такой матрасик мягкий в ванночку, чтобы ребеночка купать. На самом деле ванночка, вот нам с Евой, по опыту с Евой, ванночка нам не сильно долго была нужна. Потому что потом, когда уже она подросла... Ева. Так, ее надо помыть. Короче, она закрепляется вот за эти штучки, забортики в ванночки. И сюда малышка кладет головушку, сюда спинку. Что я хотела сказать. Что с Евой мне было вполне комфортно купаться в большой ванне самой. То есть у нас это была такая вечерняя... Вечерние процедуры, вечерние купашки. И она привыкала к большой воде. Плюс для нас это было тоже такое классное взаимодействие. Но это удобно, когда тебе просто нужно подмыть ребеночка быстренько. Когда у тебя есть ванночка. И плюс на первое время, когда ребенок такой хрупкий, что тебе кажется, что он очень выпадет просто из твоих рук. Удобно его положить и просто поливать. Он кайфует, ты наслаждаешься. А потом уже, потом, месяцем к трем, наверное, мы перешли на большую ванну. Я Еву так купала. То есть у нас, по сути, было вот это вот грудничковое купание. Только без стресса. В том плане, что мы не ездили в какой-то бассейн. Мне нужно было тратить на это время. Ну и плюс, когда тебя держит на руках мама. Это, конечно, намного более приятно и спокойно. Все-таки сегодня я не рожу. У меня было реальное ощущение вот на площадке. Приветски. Мам, мама, спасибо, что я делась. Прошли, конечно. Сейчас я один глаз домой и приду, ладно, к тебе? Минутку, хорошо? У меня было ощущение интересное такое на площадке, вот когда я его забирала. До меня дошло, что я в любой день сейчас могу родить. Вообще в любой день. Музыка Музыка Кстати, надо сказать, что это такая большая радость, что Ева даже не восприняла эту кроватку как возможность спать здесь ей. Просто даже не было такой мысли. И я уверена, что это точно благодаря тому, что мы заранее вот этот переход в ее кровать, в ее комнату делали. А не так спонтанно, типа когда малышка родилась. Я думаю, что я обязательно сниму видео про наш переход в свою кровать Евы. Мы просто сами еще на самом деле на таком, я бы сказала, предпоследнем этапе. Пока что у нас картина не идеальная. То есть наш идеал, к которому мы стремимся, наша цель это, когда ты укладываешь ребенка на ночь спать, а утром ты приходишь к нему и говоришь, доброе утро, можешь просыпаться. У нас таких случаев пока было три. И довольно много раз было, когда Ева просыпалась один-два раза. Спокойно при этом, то есть абсолютно легко и быстро уже засыпает она. У нас были разные этапы, разные переходные моменты. И когда Ева там пять раз приходила и нужно было этим всем заниматься Денис, потому что меня не трогают, у меня немножко другая работа. Но мне кажется, логичнее об этом рассказывать, когда ты уже пришел к идеальному результату и такой вот, мы можем поделиться рабочей схемой. Хотя в схеме, я уверена, она уже рабочая, уже видно. Просто так как мы ребята такие очень плавные, в целом идет все теперь таким, знаете, медленным чередом. Я говорю, ты что, постригся? Я говорю, да, она такая красивая стрижка. Говорит, она у тебя мужичная, а у меня девочная. Мужичная. Мужичная и девочная. У нас просто есть список слов и фраз, которые Ева училась говорить, когда она там в полтора года начала разговаривать. И вот с того момента мы записываем все слова и все интересные выражения уже даже, потому что там лет двух у нее начались именно уже предложения выражения. И это прям интересно записывать. Ну все, я буду отключаться. Ставлю, кстати, всегда телефон на авиарежим. Если вы тоже задавались вопросом, куда девать телефон перед сном, потому что мы всегда перед сном так или иначе с ним. Либо на зарядке он стоит, либо ты будильник ставишь, короче, тебе телефон нужен, чтобы вот эти вот волны все влияния телефона на головной мозг во время сна не происходило. Я уже лет шесть, наверное, так делаю. Просто ставлю на авиарежим. У тебя, по сути, кирпич рядом с тобой. То есть там у него работает будильник. И спокойно телефон рядом с головой держу таким образом. Все, доброй ночи. Ну что, девочки, у меня включение с ровно тридцать девятой недели. То есть до ПДР осталась неделя. Я вам хочу показать, что я беру с собой в роддом. Мои сумки. Но это не простые сумки, не простой вот этот список, который наверняка вы, если готовились или готовитесь, или будете готовиться к роддом, увидите в интернете. Там, где в этом списке просто трехэтажное количество всяких разных гигиенических штук, подгузников, пеленок, всего-всего. У меня немножко другой список. Во-первых, потому что в моем роддоме выдают 90% вот как раз таки всех гигиенических штук. И я это вообще даже не собирала. То есть ни пеленки, ни подгузники, ни салфетки. Во-вторых, потому что я уже второродящая девчонка. И у меня есть опыт того, что пригодилось. Того, что в родах еще и создает атмосферу некую. Наверное, даже вот эти пункты будут более полезны. Ну, я так думаю. Я вообще заказала сумки с Wildberries. Вот такая одна огроменная сумка. Две сумки вот такого среднего размера. И одна косметичка. Все в целом прозрачное. Все видно, все, что внутри находится. Я с Евиком брала точно такие же, только у меня были белые. Сами косметички были светлые. Ну и более прозрачные. Но черные мне понравились, если честно, больше. Мне кажется, даже в путешествии в какие-нибудь. Вот эту косметичку точно можно будет куда-то использовать. Давайте мы с вами пойдем логичным путем. Не с того, что мне пригодится уже после родов. А с того, что мне пригодится в родах. Первое, это, конечно, обменная карта. И в целом все ваши документы, которые нужно будет. Скорее всего, вам уже выдали список. Паспорт, полис, Нилс и так далее. В эту косметичку я положила такую большую довольно-таки. Можно ее назвать. В эту сумку я положила то, что понадобится именно мне. И в родах, и после родов. Например, чулки компрессионные, конечно же. Скорее всего, я их даже надену дома. Если у меня не сразу же будет расхватить 10 см. Как мне иногда рассказывается, вторыми родами происходит. Все очень стремительно. За полтора часа ты рожаешь. Почему-то у меня нет такого предчувствия, что я рожу вот за час, два или три. Мне кажется, у меня будет нормальный период схваток дома, когда я смогу подготовиться. Когда я смогу в целом дособрать то, вы дальше поймете, что по списку я пока не могу собрать, потому что я это использую каждый день. Кстати, чулки это один из таких вещей, потому что я действительно их сейчас во время беременности ношу. И в идеале с ними приехать в роддом. Если вы не приедете, то уже там акушерки помогут вам надеть. Ну или муж, если у вас партнерские роды. Мне в роддоме выдадут вот эту сорочку, рубашку, в которой можно будет рожать. Но я также взяла под свое настроение то, в чем хочу рожать я. А это такая ночнушка. Удобная. Ночнушка-лапша. И в ней удобно и на фитболе качаться, и в кошечке, если что, стоять. Может быть, я захочу быть в ней. Я на всякий случай ее беру. Если нет, то после родов я в ней буду ходить. Окей. Если захочу надеть роддомовскую вот эту большую рубашку, может быть, надену ее. И к ней тоже халатик-лапша. Здесь же у меня в этой косметичке сразу же лежат такие ночнушки-сорочки для кормления удобные. Это значит, что у них есть вот этот вот кармашек с двух сторон, чтобы каждый раз не поднимать всю рубашку наверх. Это очень удобно. Я обожаю Вайлборис. Сколько раз я еще скажу, что просто хвала Вайлборису, потому что очень симпатичные вещи можно найти. Удобные безумно. Также я взяла две футболки после родов. На самом деле, вот мне, вспоминая с Евой, мне было комфортно в футболке и, например, шортах. Футболки и штанах. Футболки в велосипедках. То есть не обязательно в ночнушке. Ничего нигде не тянуло. Поэтому я сразу же и в роддом тоже беру футболки для кормления. Простая обычная черная. И у нее тоже здесь молнии такие с двух сторон. Тоже классическая белая, но у нее немножко другая система. У нее, видите, такой вот разрез есть. И ты просто его поднимаешь и там открываешь слой. Здесь как бы дырка большая. Но этого, конечно, не видно, когда ты просто вот так смотришь на футболку. Да, кажется, обычная футболка и футболка. Конечно же, белье. То есть все бюстгальтеры для кормления. Тут, благо, у меня с Евой еще все это осталось. Я имею в виду с беременности с Евой, с кормления с Евой. Это все уже пригодится 100% в роддоме. Потому что удобно, когда есть вот эти вот отстежечки. Ну и точно то, что вам не напишут в списке в обычном от роддома или откуда-то. Но что, вероятно, вы уже знаете. Потому что подписаны на мой канал. Это Бен Кунг, девочки. У кого ностальгия сейчас по этой расцветочке? Бен Кунг, напоминаю, это ткань. Целый рулон, посмотрите, пожалуйста. Который помогает в утяжке после родов. Утяжке живота, бедер. Чтобы органы, животик, матка, все встало на место. Максимально естественно. Потому что история с бандажами не всегда физиологична. Бандаж бандажу тоже рознь. Его действие немножечко такое, знаете, костыльное, во-первых. То есть, что я имею ввиду, когда говорю костыль. Это значит, что мышцы расслабляются. И сами не работают, чтобы подсобраться. То есть, слишком действие бандажа чаще всего такое сильное. И он будто приплюскивает просто вот так живот. И органы уже сами кто куда как получится расположатся. У Бен Кунга совершенно другая история. Намного более естественная, но муторная. Да, надо будет первые разы прям, знаете, с терпением максимальным, со смирением поэкспериментировать. Но потом это реально уже входит в привычку. Вся эта намотка. Подвязываться после естественных родов можно сразу же там уже на следующий день. То есть, когда только вы встаете, мне кажется, каждая женщина рожавшая поймет о чем я. Как будто не хватает какой-то поддержки. Как будто кажется, что хочется хоть руками подержать. Потому что животик пока, конечно, будет, ну я не знаю, как на четвертом-пятом месяце. И это абсолютно нормально. То есть, матка очень еще большая. Все органы там тоже такие, добрый день. И прям хочется этой поддержки. Ладно, когда первый, второй, там третий день после родов. Там очень редко ты встаешь и прям долго ходишь. Чаще всего это походы до туалета, походы до душа. Ребеночка умыть, переодеть и так далее. То есть, ну, недолгие такие вылазки. Но вот когда женщина обычно возвращается домой. И начинается вот этот быт. И здесь ей что-то надо сделать. И тут постоять. И еще у нее там, например, старший ребенок есть. Тоже требует внимания. И она начинает много ходить. Без поддержки, без бенкунга. Тяжко всем. Но в первую очередь, конечно, это очень классная поддержка органов. Я подвязывалась первые сорок дней после родов с Евой. И планирую делать то же самое во вторые роды. Я думаю, что в одном из влогов после родов, которые я буду снимать. Не знаю когда, но буду же когда-нибудь. Я вам покажу, как эту намотку производить. Косметичка, которая мне 100% пригодится именно в родах. Как вы думаете, что здесь? Здесь, девочки, эфирные масла. Эфирные масла очень круто помогают в родах и настроиться, и сфокусироваться. И просто чисто их действие при растирании поясницы может быть мгновенным успокаивающим. У меня в близком моем кругу есть специалист по аромамаслам. Это настоящие эфирные масла. Не то, что в аптеке продается за 180 рублей. А проверенные, сертифицированные. Те, которые можно даже при правильном использовании и подходе употреблять внутрь. Бренд Doterra. Я думаю, многие слышали. Какие она посоветовала мне взять масла в роды? Первое это жасмин. Жасмин такое очень женское масло, материнское, цветочное. Некоторые масла очень так логично. Можно и в беременность, и в роды. А некоторые масла тоже очень логично. Противопоказаны во время беременности. Потому что они могут стимулировать матку, стимулировать какие-то сокращения. Но очень показаны в родах. И даже в моем роддоме тоже есть эфирные масла. Я правда не знаю, какой там бренд. Поэтому я все-таки беру свои, в которых я уже уверена, которые мне нравятся. Но если что, у них тоже есть такая функция, фишечка. И вот, например, шалфей очень рекомендуют использовать в родах. Им дышать. Можно мазать виски. Можно мазать около шеи, запястья. В общем, любые места, где вам будет приятно нюхать. Вообще, как масло обычно используется. Сейчас возьму какое-нибудь разрешенное мне. Например, мандарин. Я обожаю все цитрусовые. Все цитрусовые эфирные масла. Это мои самые любимые. Это мой самый топ. Мы просто берем одну каплю. Это очень-очень концентрированное масло. Растираем между запястьями. И формируем вот такой домик. И просто дышим и кайфуем. Так можно проживать схватки. Так можно себя настраивать на какой-то лад. Они, как минимум, каждый с каким-то действием. Это обязательно. То есть, все цитрусовые, они добавляют бодрости, поднимают настроение. Можно вот таким образом тоже влиять на свое состояние в родах. Конечно же, я взяла тач масло в спокойствии. В составе лаванда и еще несколько травушек, которые отвечают за гармонизацию твоего состояния. Масло ладана. Оно специфическое. И я его использую как сыворотку, я вам уже рассказывала, для лица. Потому что оно хорошо борется с воспалениями. Но также это масло смирения, масло медитации, масло спокойного ума. Лимончик, грибфрут. В общем, я говорю, все цитрусовые, которые у меня есть, я взяла. И перечная мята. Перечную мяту очень рекомендуют. Тоже противопоказано во время беременности. Потому что она может сокращать матку, может вызывать не то, что преждевременные роды, конечно, прям. Но если ты прям будешь унюхиваться постоянно только ею. А вот в родах как раз супер. Еще вставочка из будущего. То, что я вам забыла показать. Это как раз таки аромодиффузор, который мы берем с собой. Я, если честно, забыла, есть ли там аромодиффузор. Но как-то мне со своим проще, спокойнее, что он точно у нас есть. Получается, масла можно как раз таки эфирные капать в аромодиффузор. И будет распространяться запах на всю палату. А можно ими точечно дышать, вот как я показывала, делая такой домик из ладоней. Далее, это травы, которые мне посоветовала моя Доула пить после родов. Там такой сбор специально делается для лучшего сокращения матки. Для того, чтобы прогревать тело изнутри. Но на всякий случай все-таки проконсультируйтесь со своим врачом. Но здесь как бы просто карпива. Карпива всегда хорошо сокращает матку и останавливает кровотечение. Тысячелистник и послушья сумка. Этот шарф для массажа Рибоза, который Денис, возможно, будет делать мне в родах, если мне захочется. Как помощь, как поддержка. Он очень расслабляет таз и облегчает схватки. И наши с Денисом записулечки. Это, значит, мои. Я прям вам вот так могу открыть, вдруг кто-то захочет сделать скрин. Такой настрой себе в роды. Еще одна страничка. И мои аффирмации. Это просто то, что захочется почитать, вспомнить, когда вот начнутся схватки. О том, как я на них реагирую. О том, какое настроение я хочу. У Дениса тут свои записочки. Это тоже после встречи с Доулой. Его конспекты. Например, мне понравилась фраза «Любимая может грубить». Помимо масел очень пригодится термальная вода. Девочки, поверьте, это очень приятно и очень хочется. Когда тебе на лицо распыляют вот такую мелкую освежающую водичку. Особенно уже на активном раскрытии. Когда может бросать в пот. Может быть жарко. Может быть хочется обтираться там полотенцем. И здесь в этом же вот разделе я бы с радостью показала свечи. Я просто не успела их еще забрать. Сегодня пойду на вас, заберу. Свечи, которые электрические. Которые имитируют фитилек. И создают такую же невероятную атмосферу, как создают свечи настоящие. Только в любом роддоме вам конечно свечи не разрешат зажигать. Потому что это правило пожаробезопасности. Как раз таки вот партнер может этим заниматься. Атмосфера очень-очень-очень-очень много значит. Когда ты приезжаешь в роддом. Даже если он у вас не платный. И даже если оставляет там желать лучшего. Если есть возможность сделать себе максимально комфортные условия. Пусть даже там на вас акушеркой странно смотрит. Вот свечи там расставила. Но я не говорю, что все акушерки такие. Очень многие наоборот. Такие понимающие, принимающие. Но просто может быть по-разному. Не обращайте внимания. Это ваши роды. Это ваша атмосфера. Вы можете сами себе создать уют. В тех условиях, в которых вы находитесь. Почему нет? Приглушить свет максимально. Там зашторить шторки. Поставить свечи электронные. Взять с собой эфирное масло любимое. Вкусняшки. О чем мы сейчас поговорим. Но на самом деле конечно я сейчас еду с собой еще не собирала. Потому что я могу родить и через неделю, и через три в целом-то. 42 недели, пожалуйста. Мой запретный плод, так скажем. Я взяла с собой даже дрипы. Я не знаю, захочется мне или нет. В последнее время что-то как-то я вообще редко стала пить кофе. Мне очень понравилась мачо. Я еще хочу взять с собой обязательно либо финики, либо черешню. Но что-то такое вкусненькое, чем вы себя можете порадовать в родах обязательно надо. У нас в роддоме будет пятиразовое питание. Но это днем. То есть если мы будем днем рожать, и если мне будет хотеться, да, будет приносить еду на нас с Денисом. Но если это будет ночь, и ночью-то в целом сильно есть не хочется. Но для энергии, и потому что идут такие процессы, вот такие вот углеводистые штучки супер. Как раз таки то, о чем я говорила, список того, что я пока не могу собрать, потому что использую это практически каждый день. Вы смеетесь сейчас, потому что какое количество техники я хочу с собой взять. Наушники. Два вида. Одни у меня большие AirPods, одни маленькие. Это чтобы слушать гипнотехники, покружение, всякие гипномедитации, музыку. Все, что я себе наготовила списком, чтобы погружаться в процесс. Может быть в родах меня все это выбесит, и я захочу тишины, а может быть и нет. Камеры. У меня две камеры с собой. Штативы. Два штатива. Зарядники. Карты памяти. Жесткий диск. Ноутбук. Микрофоны. И колонка. Это все техническое, то что мне понадобится. Я, конечно, планирую влог снимать со дня родов, но просто не в таком активном формате. То есть, скорее всего, просто буду ставить куда-то камеру, например, на штатив. И периодически, когда у меня будут силы, что-то могу рассказывать. Или, может быть, нет. Я не знаю, как это будет, но, конечно, я всю технику возьму с собой. И телефон с зарядкой. Ну и после родов мне понадобится то, что понадобится для малыша на выписку. И просто на первые дни. Хотя мне тоже в роддоме сказали, там будут, типа, пеленки, там какие-то обычные распашонки. Но мне хочется, конечно, сразу в свое. То, что я приготовила на выписку, это вот такой конверт. Летний. Тут муслин. Такая приятная очень ткань. Легкий конвертик. И где-то шесть бодиков, человечков. Вот этих вот. Я так и не помню, как они называются. По-моему, боди это вот это вот. Я не могу. Это вообще милота какая-то. Взяла я просто несколько разных. Что-то новое здесь абсолютно. А что-то Евика. Такие аксессуары, типа шапочки. Другие шапочки. Антицарапки. Хотя, по моему опыту, антицарапки полная фигня именно с Евой отдельно, которые надеваются. Поэтому я покупала только те комбинезончики, где закрывается ручка. Ну, чтобы она себя не поцарапала. Антицарапки эти Евы снимала все время. Маленькие такие пинеточки. Две пеленки. Я взяла все-таки свои. Одну муслиновую, одну просто хлопковую. И такую пеленку, пеленку кокон на молнии. Очень удобная штука была с Евой. Мы использовали. Но я взяла еще в оливковом цвете, чтобы совпадало по цвету все с одеждой. Косметичка под названием Прелесть милота. Со своей одеждой на выписку я еще думаю. У меня есть два платья. Если что, у меня есть три дня после родов. И Денис будет домой возвращаться. И он, если что, возьмет. Но я думаю, что я определюсь. Положу на всякий случай одно. Просто оно все равно помнется. Я думаю, может быть, уже потом попросить конкретно Дениса привезти на плечиках это платье мое. И, собственно, последняя малюсенькая косметичка – это мой уход. Здесь у меня ничего интересного, кроме крема для сосков. Это тоже очень важно. Я считаю сказать о том, что он пригодится 100%. Может быть, даже мне в роддоме бы его дали. Но я на всякий случай именно этот бренд заказала. Потому что я помню, как он мне помогал первые дни с Евой. Это Пурилан. Топ просто средство. Когда не наладилось еще лактация и вам еще кормить не комфортно стало. Я вот не знаю, у второродящих, второкормящих оно сразу будет удобно, комфортно или все-таки нет. В первые два дня там такое было раздражение немножечко. И вот. Евик хорошо взяла сразу же у нас прикладывание. Случилось ГВ идеально. Ну и здесь, собственно, что у меня? Мой уход за телом, мицеллярка, гель, тоник, кремушек, зубная паста, раствор для линз, контейнер для линз. Я, получается, поеду, наверное, либо в линзах, либо в очках. Поэтому я пока тоже это не складываю. Очки у меня всегда тоже на готове рядом близко. И у меня есть вот этот список, который, знаете, типа в последнюю очередь не забыть. То есть его надо тоже прочитать. Что-то еще, что-то еще, что-то еще. Это мини-ниточка. Это формат мини-ниточки зубной с собой, когда ты едешь куда-нибудь ненадолго. Я доложу еще косметичку именно с декоративной косметикой, потому что на выписку я буду, конечно, краситься. Доложу сюда расческу и несколько резинок. Технику я вам назвала. Все. И по сути все. Еще нужно подготовить немножко машину. Воды могут отойти прямо в машине, либо подтекать. В общем, очень важно в машину положить непромокаемую пеленочку хотя бы одну. Положить несколько подушечек мягких, просто чтобы удобно себе там на заднем сиденье занимать место, занимать позу. Когда я ехала с Евой в роддом, у меня была одна схватка на пути. Я попросила Дениса остановиться. Просто в кошечке подышала ее в колено-локтевом. И мы поехали дальше. В принципе, нам ехать очень быстро. Поэтому, думаю, все будет супер. Ну что, я вот вам рассказала все, поделилась. И теперь кажется, что все. Все, можно рожать. Может быть, малышка ждала этого момента, когда я все соберу. Она такая, ну что, мам, готова? Поехали наконец. Очень интересно, конечно. Очень интересно, когда каждый день у тебя неизвестно, как закончится. Волнительное, приятное время. У нас утро почти всегда начинается с чтения. Это одна из любимых Евиных книг про любовь всегда. Люблю, когда мы вместе. И когда вы вместе. Вы это кто? Про кого она говорит? Ну, про папу и Леву. Про папу и Леву. Они что пошли делать? Рыбок. Что рыбок? Лови. Лови. Ням-ням. Я люблю тебя, потому что ты мой малыш. Ты так же, как Лева, легла? Нет. И потому что ты сам по себе. Здесь Лева самостоятельный. У него свой домик на дереве. Вот и весь мой секрет. Просто я люблю тебя. Всегда. А, тут фраза важная. Закончили. То есть, каким бы он ни был, смотри. Он может быть уборщиком, он может стать писателем. А тут? Лунатик. А тут? Тут он ковбой. Ковбой. Наши блинчики. Блинчики жарить пошли. Блинчик бежит. Готовы, тарелочка? Какая вкусная чища. Он тоже поел. Смотри. Ням. Ну как тебе? Ням. Если еще папа придет, у вас начнется конкуренция за свежий блин. Смотрите, что я вижу, когда я смотрю на Дениса сзади. Папа. Твоя любимая футболка из Шри-Ланки? Да. Это в целом моя любимая футболка. И моя. И твоя. И твоя любимая? Угу. Тебе тоже такую надо? Чтобы у тебя сзади попа была. Ну нет, у тебя так, говори, перед слоном. О, вы что, слоны? Да. Ты такой милый Чумазаева. У нас тут охота за горячими блинчиками всегда. Это, кстати, ты меня приучил, что блины нужно есть по одному, пока они горячие. Раньше мы делали стопку. Мне нравится, что у меня потом есть вот эта традиция, когда я одна завариваю дрипы к себе. У меня остается тесто как раз для моих трех блинов. И я спокойненько и крем. Наступило мое время. Я, кстати, блинчики делаю вообще без сахара. И у меня уже все привыкли. Как раз вот кому хочется побольше с лочинки, можно добавить варенье, мне бабушка дает. Какую-нибудь пасту или сделать с бананом. Могу как-нибудь рецептом поделиться. Ну проще где-нибудь типа в телеграме у меня. У меня есть, кстати, рубрика в инстаграме. Последний блин. Это то количество теста, которое остается. Я просто его выливаю. Рандомно как-нибудь разливаю. И мы потом угадываем, кто это. Но сегодня какое-то очевидное солнце или астероид какой-то, который летит. У нас сегодня знаменательный день. И нет, мы не едем рожать. Но мы едем в роддом. Потому что мы едем делать УЗИ. Последние УЗИ перед родами. И еще запишем КТГ. И еще у меня просто плановые приемы гинеколога. Но самое интересное это, конечно, УЗИ. Потому что хочется узнать, сколько весит малышка примерно. Как она вообще там себя чувствует. Как состояние вод. УЗИ это всегда интересненько. Мы сегодня едем вместе с Денисом. Почему я сзади? Как вы думаете? Как вы думаете, что произошло? А вот впереди, потому что теперь будет сидеть Ева. Сейчас она в садике. Она здесь не сидит. Но мы переставили кресло. Все, большая девчоночка. А сюда как раз мы поставили люльку. Евину старую люльку. Блин, я опять не забрала эти матрасы. Их надо постирать. Вот эти вот все кусочки. Короче, люлечка. И чтобы я была рядом с ней. А Ева супер счастливая. Она себя чувствует сейчас взрослой. Расскажи, какие у нас планы после роддома. Едем на массаж. Не только. Едем поесть. Не только. Едем посмотреть фильм. Ну, а куда? Едем в отель. У нас проводы свободной жизни. Потому что неизвестно, когда. Ну, точнее, мы знаем, когда. Примерно полтора года спустя рождение малышки. Мы, наверное, так сможем себе еще позволить сделать. Ну, с Евой было именно так. Провода одноребеночной жизни? Да. Получается, сегодня мама моя заберет Еву из садика. Переночует с ней. И завтра ее же отведет в садик. А мы будем тусить. Как можно тусить на девятом месяце? Мне очень хотелось массаж. У нас будет парный массаж. Кстати, есть мысль в этом платье рожать. Оно такое удобное, и такое красивое, и такое простое. И оно похоже на как раз вот эти вот ночнушки, которые в родах выдают от роддома. Только они там всегда цветные и такие, ну, немножечко деревенские. Ничего против деревни не имею. Ну, просто как-то в своем приятнее. Это пальчики. Это большой палец, да? Нет, мизинчик вроде. Короче, мы все прошли. УЗИ показало, что малышка совсем малышка. Что она сейчас весит? 2 700. Что-то там 30. Плюс минус 400. Плюс минус 400. Я надеюсь, это, короче, в плюс, конечно. Потому что если в минус, то это 2 400. Нет, я вообще рада, что она не крупная. Потому что всякое может быть. Дети могут отличаться друг от друга. Ева родилась 3 40. И это идеальный вес. Потому что, ну, для меня. Потом, вот она уже когда родилась. Она там вообще так быстро набрала вес. Помнишь, да? Она просто сразу в шоке там на ГВ. Мне нравится такой вариант. Когда изначально вес не очень большой. А потом уже на суше, так скажем, можно докормить. Музыка. 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 Я захотела попробовать здесь этот кофей, никогда не делала Это получается с помощью вот таких капсул Откуда знаешь, как делать это все? Кто научил, кто научил? Жизнь А какой цвет? А чем они отличаются? Какой цвет? Я думаю, это какой-то максимально жареный По цвету Вроде вот этот мы когда-то делали здесь Ристретто, во, ристретто, это самый жесткий Лунго это будет с водичкой Давай вот этот Ой, смотри, какая красивая подсветка Только сейчас заметила Зона кабинета, если вдруг кто-то захочет из нас поработать Ой 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 Стол красиво Сейчас, ну, если еще поставим Ой, аромат какой Он же не молочный Он выглядит, как будто это молоко Нет, опять он так У нас, походу, последняя вставочка в этот влог перед родами Делаем записи рожа И я подготовила пять вопросов, которые интересно обсудить Погнали? Давай Во-первых, как ты думаешь, какая будет наша девочка по характеру? Спокойная, активная? Хотелось бы спокойную Активная уже есть Ну, мне кажется, зная нас, это невозможно Да, это же не от нас зависит Ну, гены там, вот это вот все Да, всякие Мы два урагана Всякие бывают гены Но все рассказывают, что дети полярно разные в семье Я слышала только такие истории Типа, если один такой, другой наоборот все полностью Ева у нас не сидела там в детском стульчике нормально Никогда Ей всегда нужно было внимание Всегда нужна была какая-то вовлеченность взрослого Но, опять же, я не считаю, что это минус Может, у нас, кстати, Ева спокойная будет на фоне Да, да, да Кстати, пинается малышка сильнее, чем Ева Не знаю, связана это как-то или нет Как думаешь, как будут обстоять дела со сном? Что мы знаем? Какие лайфхаки у нас для сна вообще есть уже с прошлого опыта? Я думаю, все хорошо будет Мне тоже кажется, со сном будет все супер И мне даже иногда пугает, как другие родители пугают Вот, то есть, или как там в фильмах показывают Что все с детьми, там, только без сна смиритесь там первые три года Опять же, может быть, нам повезло с Евой А может быть, и мы просто выстроили режим То есть, вот многие же консультанты по сну, там, говорят От режима зависит там все Да, я думаю, на 100% зависит от режима Да? Ну, ты видела, что когда-нибудь какой-нибудь там котенок У него проблемы со сном были Вот у животных всех в природе все нормально Но почему у нас тогда не встроено понимание в нас? Почему нам нужны какие-то консультанты по ГВ? Ой, по сну Почему у нас не встроено это понимание, как спать? Ну, у нас уже как бы не очень природная жизнь В городе Мы не ложимся вместе с солнцем Я помню, что когда Ева росла Я прямо по месяцам и по годам Смотрела вот эти таблицы там нормы снов И про время бодрствования И про какие могут быть кризисы, скачки И мне это очень помогало Это прям какая-то была моя методичка Кстати, да, насчет лайфхаков по сну Нам же очень помогла книга Харви Карпа Как успокоить младенца Я очень рада, что мы ее прочитали еще будучи беременными Я бы ее не осилила, я думаю, после родов Она какая-то была немножко сложная Просто видео посмотрите 20 или 30 минут идет Харви Карп Как успокоить младенца? Там что-то 5 методов Да, пеленание, на животике положение Вот именно такой веточкой Тряска Тряска, сосание И шум И шум И получается, ну, это как бы сейчас так все грубо звучит Как будто его надо всегда трясти, всегда пеленать И всегда под шумом Это критическая ситуация Но имеется в виду, что они в моменте работают с любым младенцем Он там прям, помнишь, брал любого младенца Там 20 младенцев лежит Как ты думаешь, будет сложнее нам с двумя детьми в 2 раза или в 5 раз? Я думаю, 0,5 0,5? Нифига ты позитивчик Даже, может, 0,2 Ну, потому что, смотри 0,2 это вообще Часть уже Ева будет где-то играть И с маленькой Евой только мы играли А тут Ева будет уже с малышкой что-то делать Ай, ну, блин, не знаю Я смотрю по всем, вот когда есть второй ребенок, он уже смотрит за первым За ним что-то повторяет За кем хочется тянуться Начать бегать быстрее Будет ли у нас режим, вот как раз следующий вопрос Я думаю, 100% да Ну, мы в целом всегда любим режим Ну, режим это очень выгодно У всех есть понимание, что когда Ты экономишь время Потому что опять есть синхронность, да, у всех Организм подстраивается к режиму Все с режимом всегда лучше Заметьте, вся природа по режиму работает Солнце встало, ушло Лунные фазы, все время 28 дней Всегда все в природе в режиме Это менее энергозатратно Организм, вот когда, например, засыпаете в одно и то же время Организм уже знает это И он готовится ко сну Поэтому вы будете в кровати не 2 часа кувыркаться, засыпать Легли, уснули Просто очень многие говорят, что когда, например, есть уже двое детей Один другого, например, будет Или не дает ему уйти нормально в сон, что-то еще Но, наверное, просто мы будем не такими критичными То есть, насколько будет получаться, настолько будет получаться Не, ну, наверное, когда еще возраст поменьше у детей, да? Вот когда, наверное, 2-3 года А вот когда 4 года уже, уже сознательный ребенок утре Да, я ей уже можно объяснить, здесь потише Она даже меня уже не будет с утра, если нужно выспаться Раньше, что она вообще не обращала внимания Да, кстати, точно Вот где-то с 3 до 4 она еще так несерьезно относилась И последнее, что я выписала Как ты думаешь, как мы будем решать с тобой вопросы ревности И будут ли они со стороны Евы? Ну вот как мне кажется, как я припоминаю по Еве маленькой Первое время, мел кому-то вообще не надо У него точно ревности никакой нет Но у него есть потребность быть на груди Спать там с мамой Таскать может папа Пеленать может папа Подгузники менять папа может От меня такого функционально-природного Нужна только грудь Грудь и сон Точно знаю, что придется и Еву тоже таскать Как маленькую она захочет Надо купить подгузники на Еву Она захочет в них опять Она захочет повторить этот путь малышки А может наоборот захочет отделиться Это неизвестно Может она будет все время подтверждать А я уже большая, я так не хочу Я уже большая, мне такое не надо Например, мы пересадили же ее вперед в машине Как она обрадовалась, что она уже взрослая Она может с папой спереду ехать Чисто Я хочу дольше ехать Я хочу дольше, чтобы наш путь был Чтобы все видели Понимаешь, она из окна махала Водитель Я впереди Как наше, мне кажется, решение Сто процентов никогда не сравнивать И не говорить, что там Она маленькая, поэтому ей можно что-то То есть стараться это как-то вот Чтоб поровну было все Я считаю, что нужно наоборот Поддерживать, что она О, ты взрослая, тебе это можно И поменьше указывать на то, чего ей уже, например, нельзя Или почему-то Только мелкой можно Посмотрим, как пройдет Но по-любому для нее это, конечно, будет Стресс Но тот, который нужно будет пройти То есть это такая точка роста У нас же в жизни у всех У взрослых людей, у детей Ну, без них никак Как вообще расти, как развиваться И ребенок точно становится в этот момент сильнее, взрослее Здравствуйте, Свет, это будет один почти Да Я в этом платье ходила, беременная, тоже с Евой На девятом месяце Ну все Теперь посмотрим, да? Да А теперь Через какой срок? Я думаю, месяца через три будет Понятно уже что-то А ты хочешь выставить это вот видео именно потом? Или этого влог? Нет, это влог Как-то видео, последнее, последнее, последнее видео до уродов Представляете? Все будет хорошо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин